Христос воскресе! Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа, и братья и сестры. В сегодняшней Евангелии мы слышали, как Мария Магдалина, вернувшись от гроба, назад посмотрела, и ей дано было узнать Господа Иисуса Христа. И она говорит Учителю, и хотела прикоснуться к Нему. Но Господь ей не позволяет. Почему? Потому что она думала, что Господь, наш Христос, находится в том же состоянии, как и мы, то есть имеет такое же тело, как и мы. Но Господь, предваряя ее, не благословляет прикасаться к себе, потому что, говорит, я еще не зашел к Отцу, но Ему. Тем самым намекает на то, что Он в особом духовном теле. И вот Господь присутствует среди нас в силу Своих слов, что где двое или трое собранного его, там среди них он. Поэтому будем в этом, братья и сестры, помнить, чтобы себя вести благоголейно в храме, разговаривать и стараться всегда оттачиваться на богослужение. Сегодняшний воскресный день, который начался в структуру дня, называется неделя о слепом, потому что в этот день, то есть завтра на турбе, должно читаться Евангелие о слепом. Я вам почитаю Синаксарий этого дня. Синаксарий – это краткое проучение о том празднике, который совершается в этот день. В сей день, в шестую неделю, считают Пасхи, празднуем чудо Господа и Бога, и Спасителя нашего, Иисуса Христа, на слепым от рождения. Это чудо, как и Самарянки и Рассландинка, совершенно было через воду. Произошло же оно так, когда Христос, беседлив с людьми, объявил себя равным отцу и сказал, что прежде, нежели было Авраам, «Я есть, то они бросают у него ко мне». Господь, удалившись оттуда, встречает слепого, спотыкающегося, который родился так, и имел только очертание места, глазного и глазные впадины. В таком положении встретил у Спасителя. Ну, то есть вообще даже не было глаз. Это очень важно помочь. Это не глазная болезнь. Это не то, что врачи могут помочь помазать, капельки покапывать, да, нет, это вообще нет глаз. Это очень важно. Ученики, слышавшие при событии с Расслабленным, вот ты выздоровел и греши, больше, а также, что грех родителей на детей, спрашивают Господа, рови, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым. Ибо было распространено учение даже между иудеями, покурейское учение. Покурейцы учили, что души существуют прежде рождения человека. И с прежними грехами вселяются не вещественно в тело человека. Отстраняя такое мнение, Христос сказал, это не от того, но чтобы явились на нем дела Божьи, то есть Господа, ибо речь идет не об отце. Ибо слово «чтобы» стоит не в смысле винословной, но в конечной причине. И сказав это, Христос плюнул на землю, сделал брение из плюновения, и помазал чертами очей слепых. И затем повелевает единый источник силам, и умыться, дабы этим показать, что Господь же и вначале взял перст от земли и сотворил человека. Как бы намекает, что Христос вначале из перст и сотворил человека. Господь да. А как глаз из всех телесных членов есть превосходнейший, то Господь творит его из небытия, показывая тем, что Господь же дает движение душевной силы. Действительно, как бы слепой вышел из небытия в бытие, но не в полноте. Как бы глаза остались в небытии. И вот Господь их оттуда выводит, и как бы на место ставит. Повелевает Господь ему идти слепому умыться, и что бы не приписали врачебные силы там и шли земле и брению. Но силам Господь посылает за тем, чтобы многих иметь свидетелей исцеления, ибо отходя с помазанным брением, отчами слепой с многими мог встретиться. Ну вот он ушел, и все, конечно, не обращали внимания. Человек идет с помазанными впадами глазными, и все, конечно, заинтересовались, куда это у него издача не было. Силам по оттолкованию, значит, посланы, ибо купальна-то находилась вне стены Иерусалима. При Языкея, при царе Языкея, когда неприятеля осадили город и захватили Силам, вода там ушла. Но это источник, где город, когда Иерусалим был окружен врагами, то такое чудо было. Вода оттуда уходила. И бывало так, что если пророк Исаия пока кого-то туда посылал за водой, из Иерусалим, из Иерусалимлян, то вода появлялась. А когда враги подходили, врага, вода уходила. То есть она только там таким вот чудесным образом пребывала. Посему-то Христос, имея показать, что Он от Бога, посылает туда слепого, и тотчас же там слепой получает прозрение. Некоторые думают, что Силам означает посланный, потому что это слепой туда был послан Христом. И так, умывшись, слепец получает очи и зрение по незреченному некому могуществу, между тем, как Исаам страдалец не разумел этой тайны. Соседи и знакомые, увидев Его сверхъестественно презревшего, были в недумении. Но слепой утверждает, что Он именно Тот, Который был давно слеп, и когда у Него спросили о событии прозрения, Он возвестил о Христе, целителе Его страдания. Как скоро Фрисии услышали о необычайном чуде, то Он снова подвергает хуление Спасителя за несублюдение субботы, ибо и над слепым чудо совершилось по обыкновению субботы. И вот происходит между ними раскол. Один говорят, что Иисус, судя по совершенным чудесам, от Бога, а другие говорят, что не от Бога, так как не хорит суббота. И вот те, которые имеют хорошее понятие о Господе, спрашивают слепого, ты что говоришь сам о Нем? Слепой же, бывший слепой проповедует его пророкам, что у них было великое почтение. Они же снова выражают недоверие к тому, что Христос даровал исцеление совершенным и слепцом. Мало того, не доверяя соседям, посылают за родителями Его, но чем более стараются набросить тень на события, тем более придают Ему свет, ибо родители подтверждают все обстоятельства, хотя и запаси не быть от ученого в синагоге, ссылаются в этом деле на возраст Его. Ну вот они снова обращаются к слепому и говорят, воздай славу Богу, потому что настоящий исцелений нет, нет Христа, ибо он грешен, так как нарушают субботу. Прозревший же делом желая показать, что Христос Бог говорит, я того не знаю, я знаю одно, что я совершенно не был слепец, через него получил зрение. И вот снова спросили, как ответственны твои очи? Он же, приведенный в досаду, уже не слегка, но настоятельно утверждает, что если бы он был не от Бога, то не сотворил бы такого знамени. И прежде всего его укоряют за то, что будто он признал себя учеником его, и за то, что он сказал, никто не отверзал отче слепорожденному, ибо хотя и другие возвращали зрение слепым, но никто слепорожден. И так, подругавшись над ним, то есть над тем исцелевшим, они выгнали его из синагоги, после чего встречают его Иисуса и говорят ему, ты веруешь ли в Сына Божия? Он же, узнав, кто есть тот, что говорит с ним, а прежде не видел его, как так был слеп, поклонился ему и сделался учеником его, проповедуя о его благодеянном. Можно это событие объяснить в иносказательном смысле. Слепой, значит, народ из язычников, которого, проходя мимо, то есть живя на земле, а не на небе, обрел Христос. Иными словами, Христос сошел для народа еврейского, но мимоходом зашел к язычникам. И, плюнув на землю, сделав брение, помазал, то есть сначала учил их, потом потому, что сошел на землю, как капли, воплотился от Святой Девы, потом преподал и божественное крещение, что и значит слава. Далее, что христианский народ из язычников смело пред всеми проповедует Христа, терпит гонения и муки, но впоследствии Христом же признается за своих и прославляется. По неизреченной милости Твоей, Святодавчий Христе Божий наш, помилуй и спаси нас. Аминь. Христос воскресе! Спаси на воскресе!